Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Владимир Жук получил удостоверение депутата Московской областной думы. Владимир Петрович, от всей души поздравляю вас с победой. Стоп наркотикам. В муниципалитете проходит антинаркотический месячник. В лечении идет медикаментозное лечение и лечение психотерапевтическое. На трассе «Казачий дозор» в Горках прошел седьмой этап гонок на выживание. На прошедших выборах жители Подмосковья отдавали свой голос за будущих депутатов Московской областной думы. Среди кандидатов, в том числе и от Ленинского городского округа, выдвигался Владимир Жук, который уже имеет опыт работы депутатом. Предвыборная гонка позади и теперь Владимиру Жуку необходимо получить удостоверение депутатам Московской областной думы. Почетная миссия возложена на председателя окружной избирательной комиссии по Латкаринскому одномандатному округу Веру Маркину. Владимир Петрович, от всей души поздравляю вас с победой. Знаю, что вы уже депутат с опытом работы. Работайте на благо жителей. Удачи вам. Спасибо большое. Постараюсь оправдать то доверие, которое я получил по результатам этих выборов. Владимир Жук избирался по Латкаринскому одномандатному избирательному округу номер 10. Он охватывает территорию шести городских округов. Владимир Жук по результатам голосования собрал более 48 тысяч голосов. За эти пять лет я и моя команда показала результат. То есть люди поверили, люди приходят, люди обращаются, им помогают. И это дало вот такой результат в цифрах. Поэтому для меня это вот большое такое значение имеет. То есть я вижу то, что мы делаем, это мы на правильном пути. Конечно, есть и шероховатность, и недоработки. Это, само собой, очень много проблем, которые решение сложно найти сразу. Но в целом, в целом мы видим, что на правильном пути люди это видят и оценивают. Также народный избранник отметил, что все начатые во время своего первого депутатского срока в Мособлдуме проекты, направленные на повышение качества жизни жителей Подмосковья, он продолжит курировать. Круглый стол по вопросам выявления людей, употребляющих наркотики, прошел в Видновской взрослой поликлинике. На него пригласили врачей различных специальностей, работающих в подразделениях ВРКБ, чтобы рассказать об основных симптомах, которые помогут определить, употребляет ли пациент наркотики. Главными спикерами на мероприятии, которое проходило в формате круглого стола, стали сотрудники психиатрической больницы номер 24, медицинский психолог Анфиса Субас, психиатр Сергей Володин и психиатр-нарколог Ольга Запольнова. Как отметили специалисты, проблема наркопотребления весьма актуальна, прежде всего, среди молодежи. Существует специальное приложение, которое находится в теневой части интернета для покупки наркотических веществ. Хочу об этом рассказать именно в аспекте начала злоупотребления этими наркотическими веществами молодого населения. На круглом столе врачи имели возможность задать вопросы относительно болезни, которые вызывают те или иные наркотические вещества, узнать о симптоматике, которая прямо или косвенно может указывать на то, что человек употребляет наркотики. Спикеры рассказали и о своем опыте в лечении и реабилитации наркозависимых людей. Здесь подход к лечению и разделению идет следующим образом. Самый главный подход должен быть индивидуальным, должно быть согласие, добровольное на лечение пациентов с зависимостью. И подход к лечению идет медикаментозное лечение и лечение психотерапевтическое. Встреча медиков была организована в рамках антинаркотического месячника, который в эти дни проходит на территории Ленинского городского округа. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Пруд, в народе именуемый крольчатник, в расторгуевской части города Тихий уголок, облюбованный рыбаками, стал местом дислокации местных активных жителей, которые решили привести прибрежную территорию в порядок. Инициатором «Чистой субботы» стал депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Гаджимурад Гаджимурадов и группа ВКонтакте «Видное покажем все». С первого взгляда побережье пруда не сильно замусорено, но участники субботника, разойдясь по территории, стали быстро наполнять мешки бутылками и прочими отходами человеческой жизнедеятельности. Очень хотелось бы убрать территорию, где отдыхают жители Видного. Здесь многие из нас живут и хотим сделать, чтобы наш город был чище. Хотелось бы, чтобы люди, которые приходят сюда отдыхать, тоже убирали за собой. На призыв к участию в субботнике откликнулись жители близлежащих улиц. Мария Аргир пришла с дочкой. Она уверена, только личный пример станет хорошим уроком на будущее для детей. В обычное время сами справляемся, потому что гуляем здесь с детьми. Уборку строим, заливаем. Достаточно, в принципе, чисто, но спасибо за помощь и очень рада таким инициативам. Большинству из участвующих в субботней уборке эти места дороги с детства. Местный депутат Гаджимурад Гаджимурадов вырос в Расторгуеве. Благодаря активным жителям, считает он, можно поддерживать порядок на территории. Мы здесь купались, ловили рыбу, жарили шашлыки, отдыхали с детьми. И хотелось бы, чтобы в таком состоянии оставалось. Было приятно сюда приходить, проводить время. И по возможности сохранять природу. Большая просьба к жителям, которые приходят сюда, не забывать за собой продукты жизнедеятельности и убирать. Помощь в организации «Субботника» оказали сотрудники Дорсервиса. Они приготовили мешки, перчатки и вывезли собранный мусор. А по окончании большой уборки все участники получили небольшие подарки от группы «Видное. Покажем все». Татьяна Брылова, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ежегодно в конце сентября в России отмечается День воспитателя дошкольных учреждений. В этот профессиональный праздник наш корреспондент Юлия Пагасьян посетила детский сад «Радуга», где пообщалась с воспитателем Еленой Калмыковой и узнала ее секрет успеха. В выборе профессии Елена Калмыкова никогда не сомневалась. Будучи самой старшей в семье, она с детства ладила с малышами. Девушку часто просили посидеть с соседскими ребятишками, поэтому Елена точно знала, что по окончанию школы пойдет педагогический. Начала я ее, наверное, с четвертого курса института. Как раз у нас была летняя практика. Я устроилась в детский сад в городе Новочеркасске, это Ростовская область, я оттуда родом. Отработав, вернее, пройдя практику всего лишь месяц в июле, заведующая попросила остаться на работу, на основную работу сразу воспитателем. С тех пор прошло 12 лет. Восемь из них Елена живет и работает в Видном. Все это время неизменно трудится в детском саду «Радуга». Делится, что ее здесь устраивает абсолютно все. Понимающее начальство, дружный коллектив, хорошие дети и простор для творчества. Женщина не из тех, кто сидит на месте. Постоянно придумывает и реализует со своими воспитанниками акции, конкурсы, развлекательные мероприятия. Елена Сергеевна очень добрый человек, наверное, воспитатель не может быть иным. Она всегда полна идей, она очень творческая, она реализует множество проектов интереснейших, очень хорошо контактирует с родителями, но и дети ее любят. И хочется отметить, что она прекрасно работает с любым возрастом детей, от малышей и до подготовительной группы. Ну, наверное, это потому, что она их действительно очень любит. Действительно, в этом и есть секрет успеха Елены Калмыковой – любовь к детям. Она у нее была всегда, и этого чувства у женщины хватает на всех ребятишек. Сейчас наша героиня ведет особенную группу. Здесь обучаются и малыши с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Знания, умения – это все можно пойти в любое учреждение, получить, выучиться. Но не каждый, получивший образование, может работать в этой профессии. Это должна быть только огромная любовь к детям. Это должна быть огромная самоотдача, самоотверженность своей профессии. Конечно, поддержка коллектива немаловажную роль играет. Конечно же, помощь родителей со стороны родителей тоже дает свои положительные результаты. А ребята таким людям отвечают взаимностью. Подарок на День воспитателя малыши подготовили для своей любимой Елены Сергеевны стихотворение. Воспитывать чужих детей не каждому дано, что нет профессии важнее, известным всем давно. Бегут детишки в детство и знают, что их ждут. Забота, радость, добрый взгляд, комфорт, тепло, уют. Свой профессиональный праздник Елена и ее коллеги встречают на боевом посту. День воспитателя в России традиционно отмечается 27 сентября. Желаю всем творческих идей, конечно же, здоровья. Я желаю всем креатива в нашей профессии. Я желаю всем идти в ногу со временем, потому что сейчас очень много инноваций, инноваций вообще в системе образования. Ну и любить, конечно же, любить детей. Коллектив телеканала «Видное ТВ» присоединяется к пожеланиям и выражает благодарность воспитателям и всем дошкольным работникам за их труд. Юлия Погасенко, Вилла Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». В главном здании усадьбы Тимохова-Саласкина прошел мастер-класс «Речь в жизни и имиджи». Автора ведущая уникального тренинга, актриса театра и кино, старший преподаватель театрального института имени Щукина Варвара Иванова. Подробнее о мероприятии в нашем сюжете. Голос – это тот инструмент, с помощью которого мы общаемся друг с другом. Он может привлечь слушателей или оттолкнуть. Но, как считает педагог по сценической речи Варвара Иванова, благодаря специальным техникам любой желающий может превратиться в искусного оратора. Основные мои клиенты – это профессиональные артисты, или которые хотят стать профессиональным артистом. Но я также являюсь педагогом союза театральных деятелей. То есть иногда работаю и со взрослыми артистами, которые тоже повышают какие-то свои качества речевые. И также работаю с специальной группой переводчиков для ООН. Вот, собственно, у нас с ними периодические сессии. И разные, то есть клиенты разные. На мастер-класс под названием «Речь в жизни и имидже» собрались видновчане разных возрастов. Но особенно тренинг заинтересовал школьников. 16-летняя Валерия не первый раз посещает подобные мероприятия. Так как я артист, можно сказать, я выступаю на сцене, это очень важно для танцора. Тоже жестикуляция, не только себя, но и своей речью, своим лицом. Так что для меня это очень важно. Это составляющая. После небольшой теоретической части все дружно приступили к практическим занятиям. Только делаем все это без звука. Как будто бы звук выключен. Но вы при этом кричите. У вас звук выключен, а вы при этом как будто бы делаете «А-а-а-а-а-а-а-а-а». Да? Нос. Выключен. Дыхание выключено. То есть… Косново? Да. Поехали. Три, два, раз. Участники тренинга выполняли различные дыхательные упражнения, работали над интонацией и звуками. Прекрасные дети. Во-первых, они заинтересованы. Мне кажется, что они понимают, для чего это нужно. Они понимают преимущественно старшие классы. Им уже поступать в вузы. Естественно, они уже как-то профориентированы плюс-минус. И малыши, которые, мне кажется, просто в игровой форме заинтересовались. Им было интересно, азартно, что-то там у них рот как-то шевелился и так далее. Мне кажется, было тоже интересно. Планируется, что тематические мастер-классы будут проходить на постоянной основе. Будем стараться делать все возможное, проводить раз в месяц эти семинары, мастер-классы. Конечно, больше будет упланировать на школьников, может быть, от 6-7 лет детей и школьников. Возможно, для родителей тоже, кому интересно, послушать. Возможно, внедриться в процесс обучения мастер-классов. Поэтому будем стараться раз в месяц это проводить. Седьмой этап гонок на выживание прошел на трассе «Казачий дозор» в деревне Горки. Погодные условия обещали зрелищную и непредсказуемую борьбу за места на подиуме. Как это было, узнаем у Александра Столяровой. Дождевые этапы гонок на выживание по праву считаются самыми зрелищными из всех. В таких условиях на трассе важную роль играет именно опыт пилота. Ведь трек превращается в месиво из грязи, где так просто застрять в повороте или вовсе забить шины. Седьмой этап гонок на выживание прошел в рамках антинаркотического месячника. Принять участие в заездах решили 10 пилотов. Ну, фаворит есть, который две последние гонки выиграл. Это Колобков Константин, видновчанин, сотрудник Дорсервиса. Вот, он фаворит. Посмотрим, как в сегодняшних условиях сложится гонка. Последние два этапа, победные для нашего земляка, проходили в солнечную сухую погоду. Поэтому, как завершится гонка для номера 76 до последнего не было известно. Небольшая ошибка на трассе могла стать роковой. Делаем эксперимент с резиной. Еще один заезд остался отборочный. Ну, вот, надо сейчас определиться, на какой резине поедем в финал. В финал, я думаю, мы уже попали. И Константин не подвел своих болельщиков. По итогам отборочных заездов он набрал больше очков, чем другие пилоты. Тем не менее, зрители отдавали предпочтение не только фавориту гонки. Немало болельщиков приехали поддержать спортсменов из Домодедова. Здесь мои товарищи выступают. Родители товарищей, так сказать. Ну, я как-то подвязан в этой теме. Помогаем. За кого-нибудь болеешь сегодня? Да, 89-й номер Даниил Глухов и 150-й Юлия Соколова. Я приехал сюда на гонки, чтобы следить, когда они едут. То есть ты давно за него болеешь, да? Да. Прямо рядом с трассой находится и закрытый парк. Здесь машины ожидают вызова на старт. Однако, как мы видим, не всем удается в итоге на него выехать. Ведь повреждения между заездами устранить удается не каждому. Для Евгения Галахова седьмой этап превратился в 33 несчастья. Второй отборочный заезд пилоту пришлось пропустить из-за поломки машины. Команда номера 33 смогла выпустить болид на трассу лишь к следующему. Но пилот не смог пересечь финишную черту. Застрял в грязи. Технические проблемы. Нужно стремиться к идеалу. Делать лучше, лучше. Техника дает сбой. Что не идеально. Будем исправлять. Тем не менее, для Евгения этот сезон первый в качестве участника гонок на выживание. Неудачи лишь мотивируют пилота совершенствоваться. Тем более, в непростых погодных условиях к победе уверенно шли более опытные коллеги. По итогам финального заезда третью победу подряд одержал видновчанин Константин Колобков. Второе и третье места забрали Антон Рыжиков и Андрей Березкин. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Битная ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова